Вон им, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассынилось мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В одни Ирода, царя Иудейского, был священник Израилович Реды именем Захария и жена его из рода Аронова имя Елисавета. Ибо оба они праведны пред Богом, поступая по всем заповедням и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в лесах с приклонными. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священника, досталось ему войти в храм Господень для хождения, а все множество народов молилось вне во время хождения. Тогда явился ему ангел Господень, стояв по правую сторону жертвенника Ходильного. Захария, увидев его, смутился и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, жена твоя Елисавета родит тебе сына, наличавший ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие в рождестве его возрадуются. И он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от шрева матери своей. И многих из сынов Израиля обратит к Господу Богу их, и предвидит пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорив им образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленным. И сказал Захарий ангелу, почему я узнаю это, ибо я старый, жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ, я Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою, и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Между тем народ ожидал Захарию и удивился, что он медлит в храме. Он же бы и не мог говорить к ним, они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились одни службы, я возвратился в дом свой. После сих дней зачала или совета, жена его и таила себе пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь в Одессии, в которые придел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Лисовете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеселичил Господь милость свою над нею и радовались ею. В восьмой день пришли обрезать плоденца и хотели назвать его по имени отца его Захария. На этом мать его сказала, «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей, «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы именем». И спрашивали знаками отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечь, что написал Иоанн, имя ему. И все удивились. И тотчас разрешили все устаивая язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей нагородной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей. И рука Господня была с ним. И Захарий, отец его, исполнился святаго духа и пророчеством, говоря, благословет Господь Бог Израиля, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, и во предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему. Младенец же возрастал, укреплялся духом и был в пустыне до дня явления своего Израиля. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! И Святая Богородица, спаси нас! И Святая Богородица, спаси нас!